Орангутаны. Ну, для того, чтобы вы себе представляли, масштаб бедствия. Вот барышня сидит на тропе рядом со взрослым санцом Орангутаны. Если он встанет на ноги, то даже несмотря на то, что ноги у него намного короче, чем у человека, он окажется ростом со взрослого мужчины. При этом внешность, конечно, очень выразительная. Вот это самец суматранского Орангутана. В саматранской островной форме, у них, видите, вот такие лицевые диски с очень широко развитыми кожаными складками, уходящими в сторону. У материковых вот такие диски существенно меньше. Мимика, конечно, очень выразительная. Это он не язык показывает, это губы так вытянули. Губы огромные. Вот это орангет. Размер взрослого самца крупнее, тяжелее и многократно сильнее взрослого человека. Средняя масса больше 100 килограмм, а известные самцы существенно более тяжелые. А вот это самое маленькое из всех чувакообразных гиббон, в данном случае палевый гиббон, эти 6-8 килограмм, не больше. Ребята, лучшие брахиатры из всех современных животных, вот это самые крупные современные гиббоны, их называют сиаманги или срос на палы. Почему? А вот эти 4 пальца у них вместе работают. Помните, мы в прошлый раз с вами смотрели, центральные 2 пальца и у нас с вами остаются парними. Вот у них вся 4-ка так крючком работает. Еще сиамангов называют поющие гиббоны. В чем дело? Видите, на горле у них раздывается такой резонатор. Крупные современных приматов, горилла. Обратите внимание, вот лоб, самца горилла, а вот такое странное куклообразное возвышение. Как по-вашему, что это такое? Находится это возвышение в задней части черепа. Вот здесь, в районе кимене. Лоб, как я уже сказал, вот он кончился. В серединке черепа идет с дробущей площадью в 2 мая ладони костяной гребень. Сагитальный гребень черепа. Он нужен для крепления жевательной мускулатуры. Слева и справа подходит жевательная мускулатура. Так что по форме череп гориллы слегка смахивает на древнегреческий глухой шлем. Вы знаете, мы с такими гребнями делали гребень в античном варианте. Так. Но вот это, видите, идет горилла. Ни в каком ни в зоопарке, ни в каком ни в цирке. Вот это нормальное положение. Смотрите, позвоночник горизонтальный или под углом? Под углом. А у гориллы соотношение руки-ноги не самое ярко выраженное. У остальных руки относительно длиннее, чем у гориллы. И все равно наклонное положение. Взрослый самец гориллы сидеет. Ну так же, как взрослый человек начинает сидеть. Только мы сидеем бородой, головой, а гориллы сидеют спиной. И шимпанзе тоже. Поэтому взрослых самцов называют silverback по-английски. Серебро-спинное. Вот это взрослый самец с неодобрением смотрит на фотографа. А это самки. Самки в полтора раза меньше самцов. То есть деморфизм выражен очень сильно. А это знаменитейшая самка гориллы, снежинка, горилла-альбинос. Одна из говорящих обезьян. Интеллектуальный словарный запас снежинки, когда я был 6 лет, был просто гигантским. Более 400 слов и уроглифов, которые позволяли комбинировать очень сложные высказывания. Так что интеллектуальный редкостный. Ну, на самом деле, это и по выражению физиономии видно. Вполне. Ну, а это взрослый самец гориллы наводит порядок среди своей компании, демонстрируя зубы. Вот такие клыки идут исключительно редко при внутристадных конфликтах. По размеру они крупнее клыков леопарда. И вполне соизмеримы с клыками льва, крупного льва. Так что вооружение дай бог. Но обычный конфликт решается не зубами, а кулаками. Вот два самца на территории питомничка решили немножко размяться, выясняют, чей козырь круче. Вот это то, что касалось человекообразных. Да, ну и не показал я вам этих ребят, но эти, я думаю, все знают. Это кто? Шимпанзе, разумеется, наши ближайшие родичи. И в генетическом отношении, и в анатомическом отношении. Слышали ли у разных людей разные группы крови? Ну и что произойдет, если человеку перелить кровь в какой-нибудь не его группа? Что с человеком будет? Да, он может умереть, конечно. Впоследствии очень тяжелые. А как по-вашему, а можно ли вести переливание крови между человеком и нечеловеком? Если даже от людей, в некоторых случаях переливание оказывается смертельным. Может. У человека с гориллами шимпанзе по две совпадающие группы. Не все. Но две группы, совпадающие с четырех. Так что наше родство действительно очень близкое. Группа тканевой совместимости. Наверняка это слышали, что пересад органов можно делать далеко не от всех людей. Да и то при этом надо иммунитет подорвать. А пересад органов между эйпом, человеком, разной обезьяной и человеком, возможно. То есть тканевое отторжение будет примерно на том же уровне, что уровень тканевого отторжения между людьми. С генетической точки зрения мы исключительно близки. Пять миллионов за это очень много. А расходятся генетические наши стволы, конечно, пораньше. Где-то в районе 8-9 миллионов лет назад. Но все равно это для эволюции не так и много. Два способа характерные для человека обратно. И лучших представителей для каждой группы. Первый способ, о котором я говорил. Брахиация. Раскачивание на руках. При этом обезьяны совершают прыжки полета от 8 до 10 метров. Ну то есть вот эту аудиторию вот так перескочить совершенно запросто могут. Отличные воздушные акробаты. Лучший брахиатр от гиббона. Смотрите на соотношение длины руки и длины ноги у гиббона. Рука вдвое длиннее ноги. Ну вот это был палевый гиббон. Это белосчеки. Вот белосчеки во время своего турне полюса. Вот как он по земле идет. Обратите внимание, если он полностью выпрямит руку. То пальцы его будут лежать на земле. Ну вот палевый гиббончик. Наблюдают за фотографом. А вот эта схема брахиация прорисована. Раскачивается как маятник. Отбрасывает ветку и вот этой рукой будет ловить следующую ветку. Отлично. А вот это другой способ движения по кроном лесу. И здесь лучший профессионал орангутана. Круриация. Ногами идем по одной ветке. Руками держимся в другую. Обратите внимание, ноги тоже хватательные. Не только малыши, но и взрослые. Абсолютно взрослые. Самцы вот эти тяжеленные. За 100 килограмм с лишним. Движутся по лесу именно так. Кстати, обратите внимание. Уже намечается характерная для нас с вами, для людей вещь. Само лицо без волоса. А где сохраняются волосы? На лице. Борода и усы. Борода и усы – это не человеческий вариант. Это, конечно, оставшиеся от обезьян вариантов лошения. Но вот это нам с детенышем. Поскольку хватательные в одинаковой степени руки и ноги, то возможны вот такие положения, когда не очень понятно, где у существа что. Но вот в данном случае этот молодой детеныш висит, держась чем? Ногами. Ногами. Ногами, а руками чистит банан. На самом деле он ровно так же мог бы висеть на руках, а банан чем чистить? Ногами. 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 И только плечевой состав универсальный, он идет свободно по полу сфере. Если вы попробуете вот такое положение ногами занять, да? Ну, от каким супергимнасту или там, я не знаю, каратеке, на шпагат с отрицательным прогибом сесть могут. А от любого ранга это нормальное положение, положение отдыха. Нога прокручивается настолько же свободно, насколько и рука. Вот, пожалуйста. Это он на ногах висит. И всегда предпочитают, держимся ногами, а руками страхуемся за выше находящийся предмет. Вот. 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 Вот так выглядят круреаторы. Шагающие по верхам. Хорошо. Лет пять назад зашла маленькая революция. Открыли очень древних, прямо стоящих, человекообразных обезьян. С возрастом порядка десяти миллионов лет. Но дело в том, что полный скелет, разумеется, найден не был. Только фрагменты. Вот давайте с вами поразбираться. Как можно по разным фрагментам скелета разобраться, какое положение прижизненно снимал хозяин. Бегал ли он на четвереньках, хотел ли он выпрямившийся. Или был вот такой вот полу выпрямившийся, как горюк. Да, профессор. По черепу. По черепу. А как по черепу можно понять? Ну, там место, где скрипки. Ой. Где? По мощности скрипки. По тогике крепления позвоночника. По затопочным мышцам. Есть такое дело, сейчас разберем, как здесь можно. По тазовым костям, а также, на самом деле, по форме коленных суставов. Дело в том, что, когда существо выпрямляется полностью, меняется положение площадок коленных суставов. Так? Ну, сейчас посмотрим немножечко на эту тему. Сначала давайте с черепами разберемся. Череп разных приматов. Вот это макака. Это самка орангутана. Это самец шимпанзе. А это человек. Если бы взяли череп самца, орангутана, то он был бы намного больше вот этого. И сравнивать в этом ряду. Какие изменения? Что с черепами? Размер глазниц практически такой же. А вот с челюстями что? Уменьшается, все более и более уменьшается верхняя челюсть. И объем мозговой коробки все более и более увеличивается. Две координаты изменения. В прошлый раз мы с вами говорили уже о характерных изменениях черепа. Сейчас я вам хочу просто показать на тему картиночку. Вот нормальный череп четвероногого зверя. А вот череп человека. Ну, понятно, что это распиленные на две половинки. Для того, чтобы было видно внутреннее строение. Можно взять и нераспиленные. Совершенно не важно. Смотрим. Здесь хорошо видны два изменения. Первое. Что с размером затылочной кости? Обратите внимание, вот она вся затылочная кость у четвероногого. Вот это положение, это положение затылочного отверстия. Вот оно. А у нас вот этот участок страшно увеличился. Он уехал вот отсюда, вон аж куда. Вот. В результате затылочное отверстие вот. И вот точка опора кузвоночника. Приблизилась к центру тяжести. Намного уменьшился опрокидывающий момент. Но для этого пришлось пожертвовать какой величиной? Длинной челюсти. Вот нормальные длинные челюсти млекопитающего. У нас они страшно сжались. Отсюда огромное количество проблем с зубами, которые возникают в современном человечестве. Итак, по конфигурации черепа вполне можно сделать вывод на тему двуногости или четвероногости. По поводу таза. Давайте глянем. Четвероногое животное, в данном случае это мартышка. Вот двуногое животное, в данном случае это горилла. Они просто приведены к равному масштабу. Так, чтобы на самом деле представить животных одинаковые массы. Обратите внимание, что происходит с вот этими костями таза. Вот они у четвероногого зверя, а вот они у гориллы, которая полувыпрямилась. Смотрите, вот тазобедренный сустав. Кость, идущая от тазобедренного сустава к позвоночнику, называться будет подвздошная кость таза, да? Ну, посмотрите, вот эта форма, да? И вот эта. Чем отличается? Расширилась. Расширилась подвздошная. Объясните это элементарно просто. Вот вам просто не приходит в голову одно очень важное соображение. Исходная для млекопитающих какая конструкция? Да вот она, четвероногой зверя. Это вообще для тетроплод исходная конструкция. И одну сотню миллионов лет эта конструкция доводилась до ума. Вот эта грудная леточка, вот здесь брюшная полость. Что в брюшной полости находится? Котер. Какие? Отрепные. Что там? Здесь. Пищеварительная система еще. Какая водительная? Дыхательная, брюшной. Это вряд ли. Руха. Выделительная почка, там же. Просто вот здесь, с спиной стороны еще. Половая система. А где же она, как не брюшной полости? Разумеется. На самом деле, все органы, которые здесь находятся, полосные, как они так называемые. Ну, кроме сердца и легких, все внутренние органы брюшной полости. Вопрос. Почему грудная клетка защищает грудную полость, а вот брюшная полость без защиты остается? Да. Там может быть жизненно важные органы, без которых вообще не будет. И они могут... А печень не жизненно важный орган. То есть, если проткнуть вам печень, то вам будет попроще, чем если проткнуть вам легкое. Боже вас разочаровать. С пробитым легким человек живет, а вот с пробитой печенью не живет. Да. У самки во время беременности во сколько раз увеличивается объем матки? Один из органов половой системы самки, матка, находится здесь, брюшной полости. Ну и во сколько раз увеличивается? В несколько. В несколько. Половина моего кулака – это объем матки, брюшной, которой еще не родил. На последние месяцы беременности объем матки – это птилитроба банка. Вот такая. Это что, в несколько раз увеличили? По объему – в сотню раз. Ну и если бы вот эта надежная кулака, проходящая от позвоночника, ограничивала бы все внутренние органы, была бы возможность рожать крупных детенышей или нет? Да нет. Для того, чтобы рожать крупных детенышей, для того, чтобы матка могла свободно увеличиваться, ребра из брюшной сектора исчезают. Только в кругу остаются. И такая возникает вещь. Животное бегает, прыгает, скачет, дерется. Получает ли при движении внутренних органов, как печень, кишечек, желудок, поджелудочная железа, телевизорка, толчки и удары? Вот же и прыгает. Нет. Как работает рессура у автомобиля? Всем понятно. Кустина, которая вот так прогибается, пружинит, смягчая резкие толчки. Позвоночник – это идеальное рессура. Вот две точки опоры, называются пояса конечностей. На них приходятся удары. А вся вот эта система напряжения подвешена к центральной части. Мы во время резкого толчка, что произойдет? Да позвоночник с пружиной. Он работает как горизонтальная полосовая пружина. Плюс к этому, что такое гамак. Все понимают? Или не понимаете, что такое гамак? Ой, бедные люди, в детстве у вас не было детства. Если вы вообще не знаете, что такое гамак, то какой же летний отдых без гамака? Это совершенно неправильно. Давайте смотреть. Как называется вот эта мускулатура? Брюшная. Брюшная? Нет, название есть. Не просто брюшная мускулатура. Да. Брюшной пресс, разумеется. Мускулатура, идущая от последних рюбер к подвздошным костям, к тазу. Смотрим здесь. Вот это. А к чему подвешены эти мышцы? Они подвешены к позвоночнику. В результате, что мы имеем? Полосные окна находятся в гамаке, который сам по себе пружинит удар. Он сам растягивает, смягчает толчки. А этот гамак подвешен к рису. Которое смягчение. В результате, как бы вы ни прыгали, как бы вы ни бегали, никаких резких ударов, резких сотрясений, внутренние органы просто не получат. Я же говорю, эта система отрабатывалась в ленке. В частности, при беременности. При беременности мог получиться и сеть. Ну, допустим, самка Сайгар, такая антилопа на территории России, рожает во время миграции. Она в этот день уже прошла 80 километров. Остановилась. За 20 минут родила. Без 2 часа детеныш встал на ноги. На следующий день он свои 20 километров за мамой пройдет. Если не пройдет, то погибнет. Вот вообще, как дела происходят с рождением детеныша у млекопитающих. Самка до момента рождения сохраняет возможность нормально двигаться, бегать, прыгать, любую тяжелую работу выполнять. По какой причине? Дело в том, что вся инстилуатура идет по касательной к матке. Просто не существует ни одного положения тела, при котором матка могла бы быть травмируема. А теперь смотрим. Мы ставим на две ноги. Что происходит? Да, произойдут вещи пренеприятные. Берем вот такого зверя и поставили на две ноги. Первое, что произойдет с внутренними органами, догадаетесь. Сместятся вниз. Угу. Очень своеобразная фигура возникнет. В чем дело? А дело в том, что брюшной плеск вообще-то для чего создан? Для того, чтобы быть гамаком. Смотрите, он вот как проходит. Вот какие усилия он может выдерживать. Вот это усилие параллельно позвоночнику или перпендикулярно? Перпендикулярно позвоночнику. Силы тяжести на желудок, кишечник и все прочее. Действует параллельно позвоночнику или перпендикулярно? Перпендикулярно. В результате у четвероного зверя просто не предусмотрена никакая кулка с этой стороны. Но она в принципе ни за чем. Таких нагрузок не бывает. Теперь мы встали на две ноги. Тут же оказалось, что наши внутренние органы притягиваются параллельно позвоночнику, а с этой стороны их ничего не поддерживают. Где наш живот оказался? Где-то на уровне коленок. То есть вот так съехало. Поэтому даже при этом полувыприненном положении что происходит? Да, расширяется параллельно. Вот так. Зачем это происходит? Это гулка, это кронштейн. Подпорка, пытающаяся упасть внутренние органы. Вот так. Вот так. Клоповое сращение таза уехало вперед. И подвздошные кости таза, вот эти кости, расширились. Если мы видим тазик с широкими подвздошными костями, ну все, ребята, только гулно выходящее. По-другому быть не может. У всех остальных этих костей похожи на все, что угодно, кроме таза. Вот пояс задней конечности назван тазом в скелете человека. После этого это название переехало на скелеты остальных позвоночных. Но если вы посмотрите, как устроен таз в лягушке, то это вообще двузубая вилка. Таз в какой-нибудь кошке больше всего похож на электрическую вилку. Два штыря, крупная площадка между ними широкая, но меньше всего на таз похожа. А у нас, да, действительно возникла вот эта тазоподобная емкость, которая поддерживает внутреннюю вилку. Потом как мы вернемся, вы видите, какие неприятности мы через это огребляем.